всем привет от сами сами в этом видео у нас будет рассказано как понять неисправность смесителя в ванне в нашем смесителе вода нормально не течет что мы делаем первым делом нам нужно понять нормально ли поступает у нас вода квартире для этого нужно проверить смеситель на кухне какое давление идет здесь напор несравнимо больше значит дело не в плохой подачи воды в квартиру вот они фильтры на воде если бы вода везде текла плохо во всей квартире тут эти фильтры просто нужно было раскручивать и почистить так в общем выяснить что причина поломки точно в самом смесителе здесь стоит она рычажный смеситель они очень прихотливы к воде поэтому так вот первым делом мы проверяем сеточку чистая сетка или нет одна из причин засорения данных смесителей это вот эта сетка первым делом сетку посмотрели если она чистая на всякий случай еще раз открываем без без сетки видите на пор больше не стал значит причина не здесь следующее что мы должны проверить это сейчас мы открутим две гайки здесь возможно стоять резинки с сетками бывает сетками будет беседа как часто также сеточки эти засоряются и нужно просто почистить перекрываем воду так вытаскиваем смотрим к сожалению это не является причиной так как здесь стоят резинки видно не видно без сеток сейчас достану вот они стоят резиночки никаких сеток здесь нету есть смеситель в которых стоят сеточки их нужно просто промыть потом чтобы понять можно еще открутить гусак и убедиться что здесь скорее всего будет куча наличия ржавчины потому что здесь в квартире именно в этом месте в подводе идет в общем старый трубы вот камера это не передаст но в общем там наличие тучи тучи ржавчины она скорее всего просто позабила все что только можно эти смесители очень прихотливы к воде поэтому мы будем ставить сюда обычный смеситель также можно было бы разобрать картридж посмотреть в наличии что внутри в общем наличие тоже окалина ржавчины но проблема в том что я пытался уже снять эту лапку она не снимается не могу в общем я снять если мне вот дадут его разберу вернее разломаю и посмотрим что у него внутри будем ставить смеситель обычный с барашками к плохим как говорится трубам где есть ржавая вода такой смеситель не подходит до установки нового смесителя обязательно нужно эти места помыть тут просто вокруг куча куча грязи вот это не оставляет не а вот как бы так скафелью хорошо смывается просто чтобы если те флянцы вот эти декоративные чашки будет чуть другого размера будет грязь видно да и вообще в принципе помыть старайтесь смеситель покупать новый с таким же вот этим осевым расстоянием здесь чтобы так же как и у нового чтобы если вы как говорится не мастер и вы не хотите ничего перекручивать то лучше подбирайте такой же чтобы просто перекрутить на новый и берите европейский вариант чтобы гаечка была вот эта гаечка была на смесители с потому что бывает эксцентрики это наши российские смесители дешевые в которых вот здесь выход вот такой резьбы он здесь а гайка на эксцентрики вращается такой вариант вам не подойдет потому что вам придется все перекручивать и для многих это проблема вот кстати разница между двумя резинками это просто резинка а вот та резинка с сеткой которая вам говорил что часто эта сетка забивается и капец вот на это сеточка вот так она выглядит я с ну в общем если кто сам может постоянно это прочищать то лучше стоит конечно вот такие резинки с сетками но если такой возможности нет то лучше ставить обычный вот такие вот без фильтрации дополнительный так вот о чем я говорил что лучше подбирать одинаковые смесители по посадочным отверстиям чтобы была замена вам проще так плюс данного смесителя в том что выход на душевую лейку можно повернуть в удобную вам сторону либо так но либо в данном случае вот так безусловно все как мы все поставили теперь мы все протираем чтобы убедиться что нигде ничего не копает после того как мы убедились что нигде не подтекает проверяем совсем другой не сравнимо с тем что было значит сто процентов все таки как мы и думали что скорее все забита там в том смеситель в картридже все такими вот дадут я вам распакую посмотрим посмотрим что внутри вот это напор воды так и всегда обязательно проверяйте сразу и лейку чтобы нигде не подтекала здесь вода сделана неверно поэтому я поменяю вот эти цветные элементы как должно быть то есть вот здесь у нас холодная хотя должна быть горячей все наоборот помогаешь внимательно смотрит контролирует а контролирует процесс до и в конце уже в завершении работы мы снимаем изоленту чтоб в общем потому что вдруг что-то где-то мне не срослось чтобы я и 50 раз или не мотал каждый раз откручивать закручивать поэтому убираем ее только в конце так вот теперь давайте посмотрим в чем же была неисправность данного смесителя была проблема и сразу в общем его разобрать я так и не смог снять вот эту как говорится лапку для этого нам понадобится вот такой вот шестигранник вставляем вытаскивается здесь заглушка откручиваем так вот это же открутил до той степени что она вообще выпало пытаюсь снять и лапка не снимает я реально прикладываю усилия максимальные насколько мне сил хватает я не могу его снять единственный способ это конечно придется немножко возможно пострадать смесителю но мне его не жалко так как я просто хотел вам показать что с ним может происходить так молоточек надо было бы ну ладно даже блин ломать бы не хотелось его конечно так плоскогубцами я реально не прикалываюсь она действительно не снимается мне не жалко я готов сломать но но даже не ломается это я понимаю переросло так в общем сейчас ему башку сверну и мы продолжим в общем стучало до такой степени что аж погнул вот здесь заднюю часть вот так видно вот тут погнуто все само собой засрато вот эта гайка декоративная должна откручиваться должна да и походу чувствую что хрит тут все будут откручиваться надо пластмассово не хотелось бы ломать это понимаю все за сразу а нифига сил не хватает придется ломать короче ладно я это нереально давайте будем смотреть главное вам показать че я буду его жалеть вот мы добрались наконец-то с вами да вот самой поджимной гайки картриджа представьте как все красиво в нормальных смесителях все эти элементы в принципе доступно разбираются вот редкие случаи когда реально вот прям это редко когда ним невозможно разобрать ну вообще ну никак не уже этому смесителю насколько я понял довольно прилично лет поэтому он нифига не хочет разбираться у отлично раскрутилась здесь столько отложений это просто круто вытаскивайся господи ты чем приростом забавно давай родной так вот мы его разобрали принцип действия всех данных смесителей просто вот в этом рычажке здесь имеется резиновые прокладки это у нас соответственно горячая вода холодная вода и общая подача идет вот через это отверстие так но одна резинка осталась просто внутри так как это тень что падал показать вот так вы не ошибетесь как поставить картридж потому что есть специальные направляющие пупырки вот эти выступающие до смеситель конечно в таком состоянии прям уставшим давайте вам покажу как этот картридж разбирается да здесь конечно уже настолько все я буду просто ломать вот весь принцип действия две вот эти трущиеся детали смотрите сколько здесь ржавчины вы даже камера к сожалению не передаст тот слой какой здесь имеется ржавчины принцип действия простое вот эти две керамические пластины просто вот так вот трутся друг об дружку и по мере поворота соответственно у вас меняется количество воды на выходе либо открывается в одну сторону либо в другую сторону вот и вся конструкция идет просто перелив больше либо в эту сторону либо перелив больше в эту сторону вы понимаете да я думаю вот так держу либо сюда либо сюда так теперь чтобы понять что дело было просто вот в этом картридже можно сделать вот такие вот легкие движения и увидеть вот здесь на отвертке конкретный слой так как руку то убрать если я здесь еще повозекаю я на собираю еще больше до окна у меня интересовал вот этот конкретный элемент сейчас я конкретно его блин боже господи тут столько грязи блин под водой бы конечно это все промыть показать но это сейчас смысла нету видите какой вся сетка забита соответственно подача воды здесь просто ужаснейшая есть смесители в которых вот здесь фильтрующей сетки нет я имею ввиду смесители однорычажных и в них такой сетки нету и вода напрямую в общем льется здесь же функция сделана это для того чтобы предохранять от попадания между этими трущимися деталями вот таких вот предметов вот здесь конкретно вот это сейчас лежит это ржавый кусок металла сколько ржавчины и вот именно такие предметы портят поверхность и смеситель со временем начинает подтекать здесь сетка предохраняет но опять же она этим и портила все остальное да конечно чистить его можно почистить но блин это все промывать жестоко так что у нас еще тут можно снять давайте посмотрим ну тут принципе заглянуть то я вам не покажу но там тоже внутри все в ржавчине есть полностью в ржавчине давайте мы будет интереснее разберем сейчас переключатель переключатель на душ там будет повеселее тоже схватился адрес не хочешь давай вот так ух ты и она и не откручу нет открутил переключатель скорее всего будут тоже веселый я в этом практически уверен не хочешь ладно нифига себе вообще все просто схватилась настолько отложениями что вы я задолбался еле открутил класс смотрите это все было там не за один день здесь нереальное количество говна это просто жесть и и там такого полно сейчас вы ее ее смотрите что внутри это можно все промывать конечно но если у вас есть кто это будет делать там прям вот огромное количество ржавчины блин сложно показывать вот видите я думаю какой все там вот вот такое как вот это как улька вот там такого добра целая туча печально так что неисправность была в картридже ну как я изначально предполагал просто проблема в том что в питере допустим конкретно вот эти картриджи продаются очень в малом количестве магазинов и найти их довольно таки сложно с учетом того что эти картриджи еще бывает трех разных видов чуть вот они потолще чуть пониже чуть повыше в общем они отличаются надо это обязательно всегда смотреть также бывает сеточка стоит не вот здесь как на внутреннем не на внутренней части бывает вот не вот здесь бывает сетки стоят вот здесь на резинках это конечно гораздо проще их отсюда резинку вынимаешь против промываешь и эти сеточки и в принципе все потому что вода идет у нас вот вот она горячего это на холодно и потом в итоге она выходит из вот этого большого отверстия поэтому сетки промывают обычно и все нормально это для того чтобы опять же фильтрация идет воды когда вода поступает у нас из гибких шлангов вот сюда вверх чтоб она была уже фильтрованной чистой промывайте сетки ставить и опять же все нормально этот способ конечно самый был бы простой без разбора картриджа ну в общем вот такие дела